Сегодня мы подготовили для вас по-настоящему удивительную и интересную подборку. Тут мы собрали самые зрелищные и красивые видео, которые точно не оставят вас равнодушными. Давайте скорее без лишних слов приступать к просмотру. Но перед этим нужно подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. А теперь приятного просмотра! Оригинальный, однако, не самый безопасный способ становления на воду корабля. Скалы сами по себе очень опасны, ведь никогда не знаешь, когда какой-нибудь камень упадет. Тот, кто сказал, что девушке слабый пол, явно ошибся. Только посмотрите, сколько силы в этой женщине! Если бы не концовка, то этот кадр походил бы на эпичный момент из фильмов. Тут главное не оглядываться. Невероятно, не правда ли? Вот что значит быть унесенным ветром. Сложно сказать, что это, но выглядит крайне опасно. Туристы приплыли посмотреть на дельфинов, а узрели к осадку. Этот день точно можно назвать удачным. У вас тоже ощущение, что кто-то очень большой движется под поверхностью этой земли. Неплохо устроились птицы. Тепло, уютно и безопасно. Разве это не все, что нужно? Я бы такой трюк не повторял, но выглядит, конечно, красиво. Кто-то застрял не особо удачно, а теперь остался без машины. Уровень эпичности этого крушения явно достигает максимума. Как вам такая пенная вечеринка? Доставка на этаж не просто не удалась, но и навредила стоящей у дома машине. Можно вечно смотреть, как кто-то рассекает песок на сноуборде по безлюдной пустыне. Во время исследований часто приходится подрывать, чтобы обнаружить нечто важное. Как же красиво и медленно поднимается дым. Думаю, что самый опасный поход в туалет у этого экстремала. Яхта, идущая по чистейшей воде и плавающие рядом дельфины. Думаю, именно так выглядит рай. Кадры, конечно, восхитительны. Однако нужно обладать не абы какой смелостью, чтобы плавать среди акул без какой-либо защиты. Если корабль потерпел крушение и начал медленно идти ко дну, то его уже никак не спасти. Вот так в один момент можно разрушить многоэтажный дом. Эта бухта уникальна тем, что необязательно плыть далеко от берега, чтобы увидеть китов. Тут они появляются достаточно регулярно. Давно я не видел столь яркой радуги. Этот лыжник явно везунчик. Ему посчастливилось оказаться рядом с лавиной, а не быть поглощенным ее потоком. Похоже, что это была новая машина до того, как очутилась на дне реки. Очень грустное зрелище. Эти кадры завораживают, успокаивают и даруют истинное эстетическое наслаждение. Вода – сильная стихия. Перед ее мощным потоком не устоять никому и ничему. Либо тюлени стали обладать интеллектом, либо эта компьютерная игра создана не для самых умных. Роботы уже давно стали побеждать умнейших людей в шахматы. А потому совершенно неудивительно, что они берут верх и в крестиках-ноликах. Узор чешуек этой рыбы очень напоминает древние руны. Кто знает, какие еще тайны скрывают океанские глубины. Этому пассажиру явно жить надоело. Удивительно, что эта глыба до сих пор не упала. Думаю, так держаться ей осталось совсем недолго. Никогда не устану повторять, что природа – лучший художник и режиссер. Шоу ночных огней может превзойти даже некоторые природные явления. Испытания такого мощного двигателя и вправду стоит проводить на безлюдных территориях. Эта девушка точно знает, что делает. Оказывается, одна маленькая деталь может быть причиной задержки такого большого потока воды. Кто-то ведет за собой группу людей, а кто-то армию кур. Ну а что? Каждому свое. Так сказать, два здания одним ударом. Даже среди гусей бывают лентяи. Не стоит обманываться. Даже столь маленький водоворот может превратиться в смертельное оружие природы против проплывающих мимо кораблей. Этот пожарный гидрант работает с точностью да наоборот. Облако в форме мужского лица. Это может быть совпадение, а возможно, какой-нибудь мистический знак. А на этом все. Спасибо за просмотр. Теперь ждем вас в комментариях для обсуждения самого интересного из увиденного. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...